Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и у нас продолжение Trader Live Simulator. В прошлой серии я, короче, подзамудрил немножко и только к концу этой серии я нашел, где продается второй этаж и купил второй этаж только в конце серии. Поэтому в этой серии, в этом выпуске мы с тобой будем обставлять этот второй этаж и делать так, чтобы было там все красиво, все здорово и никто на нас не жаловался. Пошел в неуправляемый занос немножечко. Сначала он был управляемым, а потом как хренак и стал неуправляемым. Но ничего страшного. Я тут немножко не стесняюсь своих действий, я заезжаю куда хочу, как хочу и сколько хочу. Еще в глаз что-то попало, ужас какой. Микрофон еще немножко опущу пониже, чтобы он мне не перегораживал немножечко экран. Соберем нашу прибыль и пойдем смотреть, что мы здесь можем сделать. Вообще здесь можно по-хорошему половину. Половину. Вот серьезно, разработчик, ты сделал все так, как не нужно было делать. Блять, настолько несимметричный магазин, это надо постараться сделать. Смотри, в большую сторону мы сделаем магазин электроники, а вот с этой стороны мы сделаем магазин, не магазин, а отдел с холодильниками. То есть поставим сюда огроменный этот холодильник и возможно что-нибудь еще. А туда все с электроникой связано и отправим. Итак, в первую очередь нам нужно с тобой присандалить... О, в холодильнике, смотри какая ерунда. Это ж баг, это ж баг, я нашел баг. А теперь они в холодильнике, а это все в холодильнике. Ну и отлично. Пойдем наверх, поставим этот холодильник вот в сторону, где места поменьше, потому что, ну, на втором этаже получается у нас лишь дополнение к ниже находящемуся, ниже располагающемуся отделу со всеми вот этим вот холодильным оборудованием. А здесь у нас с тобой... Точнее, не здесь у нас с тобой, у нас здесь короче дополнение. Все, вопросов больше никаких нет. Хотя здесь в принципе как для одного холодильника место и есть. Вот серьезно, даже не на 15, не на сколько-то, не на 10 градусов. Насколько он градусов крутится? Смотри. Смотри, стоит ровно. Это 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, это 12, 13, 14. Короче, 360 на 14 надо разделить на 13 с небольшим. Короче, на 12 градусов плюс-минус он там крутит. Вообще ужасно. Зачем он такое сделал, не знаю. Давай поставим этот холодильник вот сюда. Просто этот холодильник, к нему нужно со всех сторон подходить. Поэтому поставим его куда-нибудь. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Ща, разберемся, как поставить его по-хорошему. Вот так вот. Вот так вот поставим. Вот так. Нормально? Нормально. Я думаю, нормально. Со всех сторон пройти можно и хорошо. Насчет симметрии говорить ничего не буду. Потому что это дело уже не мое. Симметрия на его в Африке симметрии. Можно сюда второй еще было бы поставить. Но пока что это проблематично все. И пока что у нас больше ничего нет. Даем мороженку вон сюда переставим. Где-то здесь должно было быть мороженое. Только вот где она? А хрен его знает. Вот где-то мороженое было раньше. Вот здесь она у нас стояла с тобой. А сейчас где лежит? Никто не знает. Я решил серии делать по 30 минут и где-то плюс-минус. Чтобы они не были для меня тяжелыми. И чтобы они были для тебя не тяжелыми. И были в принципе... Снимались быстро. Выходили быстро. И ни для кого не были обузой. Вот. С учетом того, что это не основная наша сейчас игра. А основная наша с тобой игра сейчас это... Две точнее наши с тобой основные игры. Это Кукинг Симулятор и Хаус Флиппер. Тихо мне показалось, кто-то по крыше стукнул. А это звук, наверное, машины, которая вон там вон раком встала. Колбаску будем раскладывать. Ну, положил сам и хорошо, ничего страшного. Туалетной бумаги, говорит, нас нет. Надо овощах скупим. Как мы прочитали в прошлой серии. Минус 3 рейтинга за неудовлетворенного покупателя. И плюс 1 рейтинг за удовлетворенного. То есть, если у нас с тобой 3 покупателя пройдут и что-то купят. И просто один дурачок какой-нибудь возьмёт и захочет жареного страуса в панировке из, не знаю, какой-нибудь шелухи от рыб, то всё. То получится, что мы с тобой зря пыхтели, зря потели, зря старались. И 3 удовлетворённых покупателя до этого абсолютно не важны. Правильно, правильно. Вот так и выходит. Вот так вот и мы обесцениваем просто труд. Труд и самих наших покупателей. Ну, не мы обесцениваемая игра. Мы это любим наших покупателей. Мы это их обожаем просто. Так вот, если эта серия выйдет больше 35 минут, можешь меня спокойно бить. Ну, не сильно там, но так. Пожурить чуть-чуть может меня, да. Потому что, ну, больно долго я не хочу записывать. Хотя, сколько раз ты слышал эти слова, да? Сколько ты раз уже слышал, что я вот не хочу долго записывать. Серия будет теперь по 40 минут максимум. И следом выходит серия часовая. Это, ну, это классика для моего канала, мне кажется. Ну, просто я иногда заигрываюсь. И получается, что вот... Получается, как получается, короче. Всё. Всё, да что ты пристал ко мне со своими 30 минутами, блин? Не знаю вообще. Снимаю и снимаю. Кошмар. Под предыдущим роликом активность такая дикая была. Как будто я не знаю, как будто вы в первый раз её увидели. Эту игрушку. Такое ощущение, как будто в первый раз я её выложил. Вы так накинулись на эту игру, что я прям не знаю. Как будто бы... Как будто бы прям... Ого! Несколько лайков сразу же. Несколько... И ноль просмотров, хочу заметить, сразу же было. То есть... Вообще никакой логики у Ютуба максимально нет. Он пишет, что у меня есть... Ой, лайки, но нет просмотров. Даже комментарии были, а просмотров нет. Вообще в последнее время чудит этот Ютуб. Он стал меня абсолютно раздражать. В плане того, что... В плане статистики, в плане какой-либо... Аналитики. В плане... Вообще всего вот этого вот, что связано со статистиками. С просмотрами, показами, с процентами. То есть вот всю вот информацию, которую он может дать мне о моем же видео. О твоем взаимодействии с моим же видео. Он мне не хочет давать. В том виде, в каком он ее должен дать. Угу. Вот. И получается, что я сижу просто. Сижу и мне говорит. Ни хрена, у тебя не столько подписчиков. Захожешь к себе же на канал, как зритель. Смотришь, у тебя столько подписчиков. Захожешь в аналитику, у тебя столько подписчиков. Чудеса, чудеса. Иногда бывает у него... Он скидывает все лайки с просмотрами. Скидывает дизлайки. Может накинуть дизлайков, но накинуть лайков. Короче, он такую дичь творит в последнее время. Я вообще даже не удивляюсь. Так, мне... Погоди. У меня ванная стояла здесь. Унитаз стоял здесь. Почему ванная куда-то делась, а унитаз... Не понял. Теперь у меня нет ванной, что ли? Он что, шутит? Мне срочно... Мне срочно нужна ванная. У меня ванная просралась куда-то. Представляешь, затерялась ванная. Ну, сейчас мы пиццу с пепперони. Кстати, пицца с пепперони это что-то новенькое. Это... Это уже не овощная пицца, а пицца с пепперони. Это... Это уже хоть что-то человеческое. Угу. Блин, вот. Не хочу, я говорит, пользоваться нормальной лестницей. Я буду пользоваться вот этим вот. Ну, а что поделаешь? Ну, если вот... Все, что под руку попалось, тем я и пользуюсь. Угу. Угу. Давай изместе. Пеппероники разложили. Коробочка у нас почти что-то нет. Ореховая паста только осталась. Ну, вот это мы разложим с помощью, опять же, вот этого вот... Кстати, я прыгать не могу. Прикинь, прыгать нельзя теперь. Прыгать нельзя с тележкой. Они убрали прыжки с тележкой. Ясно все, ясно, ясно. Вот почему... Добавили в машину вот эту вот выезжающую вот эту хрень на ту, короче. Ну, ты понял. Понял ты, о чем я говорю. Не задавай мне лишних вопросов. Ты понимаешь, о чем я с тобой разговариваю. Так что... Так что просто наслаждайся тем, что я расставляю товары. Я наслаждаюсь, ты наслаждаясь кого. Вопрос-то какой. Правильно? Правильно. Ну-ка. Угу. Ну. Чуть-чуть прямо не долезло. Не долезло. Картофан есть? Картофан есть, но мы положим еще, потому что можем. Тут вопрос не в том, что... Как это называется? Тут вопрос не в том, что... Картофан есть. Картофана мало. А с другой стороны, он у нас еще и не весь выставлен. Так что... Давай-ка мы будем... К нашему магазину... Относиться хорошо. Чтобы у нас и товар весь был выложен. И чтобы все было красиво. Чтобы коробки вот эти не стояли. Кто же любит, когда в магазине? Посреди дороги стоят коробки. Никто не любит. Все на них матерятся. Все говорят, ой, развели здесь бардак. Еще что-то там. Тыры-пыры-восемь-тыры. Кстати. Консольку своровали. А что с одним джойстиком только? Ну, блин. Наверное, друзей нет у него. Он играет один. Сейчас я прям водичкой махну. И мы сейчас погнали с тобой. Ну-ка. Затаривать. Затаривать мебелину. Потому что мебели нам нужно много. Столов сейчас купим побольше. Для электроники. Возможно, там добавили что-то еще. Кстати, мне там написали, что вот. Уже пару дней назад был добавлен этот второй этаж. Ребятки. Знаете, как самое главное правило? Ты сначала прочитай хотя бы название ролика. Я в названии ролика написал. Даже вот специально, чтобы не было таких комментариев, чтобы люди прочитали название ролика, подумали. О, блин, он купил второй этаж. Так что, наверное, то, что он там говорил в начале ролика о том, что он, как он называется, короче, клеветал на этих разработчиков о том, что они якобы у них добавили этот второй этаж. Чтобы вот таких вопросов не было. Короче, я сказал в начале ролика, но в итоге в названии написал, что я его купил. И купил. А вы мне умудряетесь прочитать название ролика. Возможно прочитать, возможно не прочитать. Зайти в ролик. Посмотреть первую минуту ролика. И написать в комментарии, что вот. Там все добавили. Там все есть. Ты дурак. И ты неправильно это понимаешь разработчика. Но нет. Можно же было даже не читать название ролика. Можно было просто в конец перемотать и увидеть, что я купил второй этаж. Но, видимо, это не про нас. Так, что я сюда пришел? Стол под электронику. Угу. Угу. Чтоб такого купить бы. Такого, чтобы прям... Угу. Чтоб прям он выглядел эффектно. Кстати, раз, два, три, четыре. Вот так купим. Не знаю. Просто по прикулу. Блядь. Прикинь. Девять купил. Ну и ладно. Возьмем тогда и... А это что такое? Просто стол. Просто стол. А это что за стол? Как это стол называется? Стол белый. Так он не белый ни хера. Он зеленый. Дураки что ли? Обманщики. Можно купить еще вот эту ерунду. Не знаю зачем. Можно вот эту ерунду купить. И можно купить цветов. Можно купить... Да я могу все купить. У меня деньги еще вон в вагон. Навалом просто. Бери да покупай. Но нет. Можно купить вот этот холодильник. Да нет. Мне не нужен еще холодильник. У меня холодильников этих куча просто. И мне все помещается. Так что поедем на ферму. Нет. На ферму тоже не поедем. Поедем в магазин. Раскладывать то что нам нужно разложить. Нет. Мы поедем не в магазин. Точнее мы поедем в магазин. Но не в наш. Мы поедем в магазин электроники. В котором купим сейчас с тобой все необходимое. Все что мы будем раскладывать как раз на эти столы. Да? Да. У нас есть с тобой 20 минуток где-то еще. Так что вполне себе все успеется. Едем. 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 Никак не приедем. Сколько можно ехать? Где там электроник магазин? Электроник шоп. Вот он электроникс шоп. Ну-ка все. Опа. Да нет. Я вылезти хотел. Я перепутал кнопочки. Угу. Так. Ух блин. По голове же стукнет и все. И пиши пропало. Что у нас нет. У нас нет ничего. У нас нет ни тостеров. Которых кстати сколько в коробке-то? Пять. Вот это дела. Пять тостеров. Вот это и нет ерундистики. А сколько в коробке? Одна небось? Одна конечно. Давай три купим. Почему нет? Духовой шкаф. Холодильник. О блин. Их можно купить кстати. Штучки. Давай две оставим. Давай три купим тоже. Елки-палки. В чем проблема? Купим с тобой еще кофемашина. Вот кофемашин кстати можно... Сколько тут? Пять штук? Пяти хватит. Микроволновая печь. Сколько их тут? Две. Но это не дела. Хорошая цена. Да мне без разницы на цену. Мы с тобой просто наполняем магазин. Ммм. Ноутбук. А сколько их здесь? Ну-ка, ну-ка, не надо так. Зачем ты перепрыгиваешь? Пять ноутбуков. Это уже радует. Радует меня неимоверно. Планшеты. Опа. МФУ у меня нет. Да ну что ты? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Тоже пять. Две. Три принтера надо еще купить. Ага. А естественно. И фев. Ну вот этот ноутбук. Такой же. Да, такой же. Компухтер у меня. Да есть у меня компухтер. Хотя. А вот эти чем мониторы? Офисный монитор и этот монитор. Чем он отличается? Почему обычный монитор? А, офисный монитор. Это моноблок. Да, это монитор, который монитор. Купим монитор, который монитор. И положим. Положим его вот сюда. Так. И что нам еще нужно было бы? И нужно было бы еще, наверное, что-нибудь такого эдакого. Да, давай компьютер купим. Чего бы нет. Да положись ты, ебанок. Ой. Так, холодос. Как бы поставить здесь? А, он особо не... Подожди, а он что, за эти, за границей выпадает? Да, он прям нехило так выпадает за границей. Ну и что ж. Это не впервой для нас. Правильно? Правильно. Не, ну это прям вообще не дело. Прям криво, криво. Да возьмись ты. Так, я микрофон-то включил. Сижу тут, разговариваю. Ну-ка. И вот это тоже поставим сюда. Отлично. Так, закроется дверь-то? Да должна, типа, кто ее спрашивать будет, правильно? Да, закрылась. Отлично, погнали. Ничего там не оставили мы? Нет, не оставили. Машина прям тяжело идет, тяжело. Наверное, нагрузили ее холодильниками и еле-еле едем. Так, подвинься. Эй. Припарковался он здесь. Можно тебя подвинуть чуть-чуть? Собака такая, блин. Представляешь, не хочет подвигаться. Придется ее объезжать. Вот так вот делать. И задом начинает сдавать. Ну, видимо, вот примерно до сюда. Ага. Надеюсь, откроется дверка. На, откроется. Конечно, куда же она денется-то? Берем. Несем наверх. Сразу отнести нужно наверх. Так что... Так что давай. Походим немножко. Придется нам с тобой потоптаться. Ну, что поделаешь? Бизнес свой, это, знаешь, это очень сложная штука. Ты не думаешь, что это просто так. Почему здесь нет лифта? Елки-палки. Два этажа ходить одному. Пешком. Самостоятельно. Это вообще ни в какие рамки. Самое главное, что я сейчас не купил ванную. А, ванная-то у меня лежит сейчас, стоит в комнате. Придется сейчас пожрать. И идти. И идти, знаешь, куда? И идти, естественно... Да ладно, жрать. Жрать завтра. Я просто подумал поджрать, а потом подумал, что ну нафиг. Нужно просто идти спать. Сейчас магазин закроется как раз в 22.00. И будет все здорово. Закроется. Мы сейчас помоемся, поспим, переспим ночь. Потом поедим в забегаловке, которая рядом с нашим магазином. Расставим в холодильнике. И закончим серию. Представляешь, какая красота? Расписание прям только в путь. Самое наилучшее просто. Просто прям вот... Помылся. Сейчас подождем чутка времени, чтобы закрылся наш магазин. Ну, закроешься ты или нет? Время 21.00. А ты еще не закрываешься? На улице светлотень. Ну, видимо, игра решила, что нафиг, нафиг это делать. Нафиг ее магазины закрывать. Нафиг солнце сажать. Не знаю, там еще что-нибудь. Нафиг час переводить. Опа, все. Наконец-то. Договорился. Договорился. Сломали нашу... Сломали нашу игру. Заставили ее просто сменить день на ночь. Ночь на день. И погнали. Чего это такое? Чего оно делает здесь? Будет достижение какое-нибудь, типа, нажать 150 миллионов раз на... Значок шлема. А зачем он здесь вообще? Я, типа, прекрасно понимаю, что это... Как их называют? Символика разработчика. ГДНА, или как он там называется. Но... А к чему она в нашем доме? Ты не расскажи. Товарищ разработчик, напиши мне, пожалуйста, где... Где и почему ты решил поставить знак своего магазина? Точнее, своей конторке в моем доме. Ух, еб... Затормозил. Ну и хорошо. Опа, чуть мне закрылась дверь. Я же тебя не закрывал. Некрасиво как-то получается. Ладно, давай вот так вот перекидаем быстренько, чтобы у нас машина не задерживалась. Правда, она никуда без нас все равно не уедет. Тоже мне дружок такой. Не задерживалась машина, говорит. Кофе нет. Кофе нет, ничего страшного. Придет тот, кому этот кофе не нужен будет. Такой вот вовлекательный процесс перекладывания коробок с места на место. Ну а что мы можем поделать? Ну ты же ведь поставил ее туда уже, ну. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Слушай, мы вроде ничего не покупали, но купили так много всего. Коробок огромное количество. Духовой шкаф. Это почти как оркестр, только шкаф. Голод! я же забыл мне же нужно срочно идти в забегаловку есть там ну давай не умирай наш главный герой просто не хочет бегать он притворяется он на самом деле спортсмен спортсмен и марафонец а тут он просто взял спустился по лестнице поднялся по лестнице и все и задвыхается как-то некрасиво стороны правда 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 спрашиваешь еще так микроволновка на все электроника поэтому даже думать не надо несется все сюда монитор дают сюда вот поставим все ближе и ближе потихонечку туда передвигаемся давай уже это что микроволновка она микроволновку тоже надо отнести наверх кто же сказал что она здесь должна стоять не это на утру должна стоять четыре штуки микроволновок представляешь принтер 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 а зачем я тут отношу все если я сейчас буду там еще столы ставить не знаешь а по факту здесь место вагон блин я за холодильником не вижу куда ставлю это грустно я хочу ровнёхонько поставить а получается вот бронис уже ровнёхонько получилось я просто не вижу за холодильником вот видишь правую сторону вообще максимально загораживает и все и я даже не понимаю насколько я далеко близко ставлю ли что там еще ну-ка да чтоб тебя дальше ай блин ну ладно ровнее не получится уже а нет а вот это надо это надо вот это вот сюда ставить духовые шкафы тоже они блин большие такие что я не понимаю насколько нужно ставить близко далеко вот вишь в стену влепил его и вот термом будет там стоять на что поделаешь тут тут хоть можно ориентироваться по левостоящему я понял как это ставить по красота красота такая сомнительная красота с учетом того что все станет теперь в стене просто в стене а что поделаешь жизнь такая нас заставляет ставить именно так как как вот мы поставили так ну давай-ка займемся теперь electronic тейблами блин да что ж ты разработчик вот те блять просто вот ну серьезно когда игру игру делал ты сам предполагал что люди будут ровно пытаться что-то поставить мне кажется что нет мне кажется что ты думал что будет что чтобы какой-нибудь дурачок вас сидеть и нажимать кнопки просто я хочу ровно поставить понимаешь ровно хочу поставить много у них не требую я просто хочу поставить ровненько ты смотри ты смотри без стыка без зазоринки просто это это просто так получилось по факту так больше не выйдет сделать никогда в жизни да уйди ты со своими надписями ну мне без них ничего не видно сейчас чувствительность на мышке выкручиваю пониже прям совсем чтобы чтобы наверняка не допускать никаких оплошностей наверное вот так теперь просто стал приходится елозить чтобы я хоть немножечко это самое повернулся за что ты будешь делать крутить над так ну и вот это естественно стол ставится вот как-то так то что ты будешь делать на серьезно да что ты ткнут вроде ровно ровно вроде да теперь давай определимся к чему он здесь стоит посетить чинипки ой господи ну можно поставить холодильник в середину или например духовку типа а почему нет здесь вот будет стоять духовка но она вообще здесь ни к чему я не знаю что сделать чё-чё-чё здесь нужно сделать такого чтобы она прям хорошо выглядела ну смотри принтеры принтеры будут стоять не знаю как она будет стоять короче в жопу будем да поставься ты сюда пожалуйста вот сюда будет стоять принтер вот как нибудь вот так вот типа вот так а блять их всего два точно же я чё-то сразу не подумал ну и ладно давай поставим два принтера мне же не жалко там просто утварит и компьютерный миллион вариантов то есть по факту можно было бы один под офис другой под себя там под игрушки под игрульки под всякие вот приколюшки что-то там можно было вот например вот этот угол под вообще под под микроволновки еще с чего-нибудь под под такое бы определить но нет мы с тобой заморачиваться не будем и квадратные вот сюда круглые туда и в целом вот вот вся наша с тобой сортировка красота красота только выглядит не очень это отсюда хотя да и отсюда тоже хорошо выглядит ничего страшного и чё это все что мы купили с тобой они чуть я рано разочаровался текст это чё такое это тостер и тостер это кухня это где-то рядом с микроволновками и да и в принципе то в жопу инфу здесь очень ни к чему получается тостер и тостер и тостер будет вот так вот стоять а где здесь начало где конец здесь еще двух сторон можно за закл они это вот вот так вот так должен стоять тостер их там 5 по моему да да их там 5 да монет нет монитор на следующий этот на другой такой же круглый стол поставим то есть вот этот монитор и ноутбуки будут стоять вот тут вот на таком же столе и компьютеры тоже там же то есть вся вот эта вот компьютерная техника она должна будет стоять отдельно немного от вот кофемашин и микроволновок ну потому что как-то это будет нелогично если это все будет вместе находиться сейчас я оп оп и как будто ничего не было но не одно какие-то странные кофемашины это капсульные наверное они не очень хорошие капсульные они каких-то людей не знаю рассчитанные которые думают что вот если у них капсульные кофемашины то это кофемашины по факту это не кофемашины это просто штучка которая водичкой и разбавляет твой кофе под давлением и больше ничего не делает короче такая на самовнушение больше смотри-ка начинаем следующий стол выставлять наверно вот так как-то но даже можно сказать ровненько на типа плюс-минус второй ровно что ли нет не ровно криво поставил криво тогда чувствительность пониже сделаем тоже я себя знаю я сейчас намудоверчу будет буду потом страдать самое страшное когда последний стол будет не сходить криво заново вот это что-то плохо дается да да то было везение конечно да вот здесь начнем да вот эту 100 вот с этой стороны явно проще да 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 хорошо выглядит выглядит гораздо лучше чем чем с другой стороны так ну-ка подожди но почему я там-то видела тут не вижу что такое ну-ка серьезно это же вообще даже пикселя там нет я же даже на миллиметр не сдвигая мышь ой какой кошмар то ну серьезно блин ну криво же вот здесь вот я я точно знаю что криво и теперь мне будет сложно это с этим жить и явно вот от не сойдет сейчас что никакая не звезда вот точно не сойдется ты нет сошлось смотри-ка но тоже вот настолько же здесь не сошлось но блин на на типа блин на это уходит куча времени ну смотри они даже прям идентично стоят класса не нравится мне нравится какие-то сделал ну блин вот это вот конечно ты тот со стыке вот они прям они меня угнетают но что ж поделаешь компьютеры будут боком стоять потому что я могу их боком поставить кстати что тут в компьютер и дырки какие есть никаких никаких дырок нет в компьютерах правильно зачем они нужны вообще отверстие это терка вообще-то не компьютер на самом деле это от отвертка хотел сказать это терка просто просто замаскирована под компьютер вот это вот тоже так вот поставим типа тип их много много но подальше от края на краю не стоять ни в коем случае не должны иначе расшибется потом зарплату придется сотрудникам урезать из-за того что то не такие разги раз гильдя и поставили так как вот не нужно было ставить так что ты счет нужно было все что ли я все что ли все сделал офигеть но в принципе наверное это все и нужно заканчивать ввиду того что мы закончили с расстановкой практически со всей денежки деньжищ вон сколько насобирали вот это можно было бы наверх перенести но наверняка когда ты все делал продастся поэтому трогать мы это нибудь вот это давай корм для кошек выставим поровнее вот сюда вот и попрощаемся закончим на этом корм для кошек корм для кошек корм для кошек для собачек ну я сказал поровнее они они ровно поэтому тут твои придирки вообще абсолютно бесполезны и не имеют никакого веса потому что потому что я же не говорил что буду ровно выставлять правильно правильно если сказал что я сейчас выставлю ровно то другой был бы разговор а тут я сказал что эту так я сказал типа сказал ну и сказал сказал ну ничего такого текст давай мы поставим вот это делать вот ставка стеночки потому что их тут всего 7 штучек чуть цвет погас оказалось давай-ка 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 да что ж ты будешь сколько там вроде 7 было как будто в миллион оттуда слал раз два три 4 5 6 7 7 и достал твой налево все коробки кончились еще 8700 собрали по ним сохранимся больше ничего здесь купить нельзя это хорошо сохранить игру рейтинг магазина здесь рейтинг 100 процентов у нас самый лучший магазин и на этом мы с тобой прощаемся ставь комментарий пиши лайк и увидимся тобой в следующей серии когда-то когда будет обновление и в других игрушках видео и пока